И снова привет, вы на бойцовском канале Вударе. Перед началом просмотра, друзья, вы держите видео лайком, проверьте подписочку на наш канал, и если вы ещё не подписались, то сейчас самое время. Наша цель набрать 10 тысяч подписчиков. Осталось совсем чуть-чуть. Цель видео набрать 500 лайков, спасибо всем, кто ставит лайки, ну а мы начинаем. Чемпион мира по версии WBA Super Eibio в полутяжёлом весе Дмитрия Биволни исключил возможный бой с двукратным чемпионом мира во втором среднем весе Дэвидом Бенавидисом. Отмечу, что Дмитрий выступает в категории до 79, а 26-летний американец до 76 килограммов. Это был бы отличный бой, почему бы и нет, но моя цель – драться за пояса, говорит Бивол. Он очень сильный и высококлассный боец, я уважаю его. Бенавидис спокойно мог бы драться и в полутяжёлом дивизионе. Дэвид создаст проблемы многим боксёрам в моём весе, сказал Бивол. Дэвид Бенавидис является временным чемпионом мира по воксу во втором среднем весе по версии WBC. В последнем своём поединке он нокаутировал Димитриуса Андрада. Тимоти Брэдли заявила о том, что Бенавидис потряс Бивола в спарринге. «Я не против увидеть, как Бенавидис поднимается в полутяжёлый вес и встречается с Дмитрием Биволом в ринге. Это ещё один опасный парень», – говорит Тимоти Брэдли. «Я слышал про их спарринг. Верите мне или нет, но я слышал, что Дэвид потряс Бивола в спарринге. Но, как вы знаете, спарринги – это просто спарринги. Порой у тебя может быть плохой день, ты сидишь на диете». Говорят, что когда они спарринговали, Бенавидис взял верх над Биволом. Так что Дэвид будет уверен, он будет чувствовать, что способен вынести Бивола. «И я не против посмотреть на это. Я вообще не против этого противостояния», – сказал Тимоти Брэдли. «Непобеждённый боксёр Дмитрий Бивол заявил о том, что готов провести поединок с Дэвидом Бенавидисом. «Это был бы отличный бой, так почему бы и нет. Но вообще моя цель – драться за пояса», – объясняет Бивол. «Бенавидис отбоксировал с Андрата. Ярко и интересно. Вообще он хороший боксёр, зрелищный. Если в будущем наш с ним бой состоится, то это будет очень здорово и классно как для бокса, так и для моей карьеры», – говорит Бивол. «Он очень сильный и высококлассный боец». «Я его уважаю. Бенавидис спокойно мог бы драться в полутяжёлом весе. Дэвид создаст проблемы многим боксёрам в моём дивизионе», – говорит Бивол. «Сам же Дэвид Бенавидис, похоже, нашёл соперника для Дмитрия Бивола». Бенавидис назвал бойца, который мог бы провести поединок с действующим чемпионом мира в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом. «Дэвид Морл. У него всего девять боёв, но он считает, что его все боятся. Мы пытались с ним подраться, но его тренер сказал, что он пока не готов. А теперь Морл говорит всякие гадости. Если он хочет заявить о себе, то почему бы ему не сразиться с Дмитрием Биволом? Разве он не хочет сам сделать себе имя?» «Морл говорит, что его все боятся, но Бивол сказал, что это он отказывается с ним драться», – заявил Бенавидис. Также Бенавидис высказался о бое Дмитрия Бивола и Сауля Альвареса, а также вспомнил спарринги с Дмитрием. «Определённо, в спаррингах у меня было много успешных моментов. И спарринговали мы немало. Я знаю, что могу выступить против него лучше Канелло. Альварес пытался сломать его силовыми ударами, а когда понял, что нужно попробовать что-то другое, то уже был уставшим. Канелло считал, что может бить по рукам любого. И любой опустит руку. Но это работает только на паре-тройке парней. «Бивол нас многому научил, и я за него рад. Он сделал то, что должен был. Тогда он шокировал мир», – сказал Бенавидис. Вот такие вот новости на сегодня, друзья. Пишите в комменты, что вы обо всём этом думаете. Ну а с вами, как всегда, был Бойцовский канал в Ударе. Подписывайтесь и ставьте пальцы вверх. Бойцовский канал в Ударе.